Поселок Камыши. Здесь находится центр селекции и семеноводства одного из крупных сельхозпредприятий Черноземья. На Курской земле компания реализует свои самые важные проекты. Например, производит, испытывает и улучшает семена разных культур. Говорят, наш климат для этой работы самый подходящий. Если говорить о семенных заводах, то у нас их два. Сейчас это семенной завод для сои и семенной завод для пшеницы. И мы продаем эти семена фермерам, сельхозтоваропроизводителям как в Курской области, так и по центральному Черноземью, и на самом деле по всей России. То есть семена, произведенные в Курской области, даже в этом году мы отгрузили на Дальний Восток. О том, как выводят гибридные сорта культур и делают семена более устойчивыми к окружающей среде, специалисты рассказали губернатору Роману Старовойту. Показали производственные линии, провели по лаборатории. Познакомили и с местными учеными. Константин Хайдуков переехал в Курск из Москвы. О сделанном выборе ни разу не пожалел. Говорит, Соловьиный край в сельхозсфере намного перспективнее столицы. Поэтому и горизонт исследований здесь шире. В Москве асфальт и бетонные плиты и брусчатка. А необходимо же, если ты руководитель лаборатории агрохимической, нужно ближе быть к природе и к условиям сельского хозяйства, в котором Курская область занимает одно из ведущих сейчас мест. И, конечно, я принял для себя такое решение переехать в Курск, для того, чтобы здесь уже работать, обследовать почву, сохранять плодородие. А в этих стенах исследуют уже полученные семена. Проверяют качество или с помощью специального теста определяют, не травмировались ли они при уборке. Если поврежденных зерен много, работы в поле даже могут остановить. У нас есть контрольные точки по всему процессу, где девочки идут, берут и стоп-машина. Если вдруг у нас что-то не происходит, мы останавливаем. Потому что от качества этих семян, я еще раз запомню. Не очень понял. Комбайнер во время уборки настраивает уборку. Настраивает уборку. И из бункера уже собрано зерно делает вот эту манипуляцию и определяет, все ли хорошо. Если он попадает сюда, то происходит дальнейшее настроение. И пока мы комбайн не настроим, на определенный уровень, когда уже семена вот такие, мы запускаем на маленькой-маленькой скорости, щадящем режиме, они начинают убирать сои. Сейчас на площадке в Камышах в год получают 20 тысяч тонн семян сои и 30 пшеницы. Но производство планируют расширять. Например, за счет строительства завода по производству семян гибридов кукурузы и подсолнечника. Ими можно будет засеять 550 тысяч гектаров угодий по всей стране. Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня.